Приковали в подвале и облили водой. Он заразился туберкулезом. Через два или три месяца его, собственно, выкинули. Потом он меня прострелил. Много прострелил. На костылях заставляли коров доить, шубы расходились. Она попыталась уйти, он отрубил ей пальцы. Она пошла в полицию, ее на шесть месяцев посадили в тюрьму. Похоже, у него был утюг, и он врезал мне им по лицу. Это последнее, что я помню. Ее какие-то пьяные узбеки с четвертого этажа выбросили. Меня зовут Раф Джой. Я не замужем, мне 21 год. Скосаров Алексей Валентинович. Я 90 лет пробыл на Кавказе в трудовом родстве. Меня зовут Миленьков Олег. Я 7,5 лет занимаюсь освобождением рабов. В 1809 году в Америке одного раба продавали за сумму, которая сегодня эквивалентна 40 тысячам долларов. Так вот сейчас, в 2018 году, в 21 веке, цена раба на международном рынке тоже составляет примерно 90 долларов. Последняя страна, которая запретила рабство на законодательном уровне, была Мавритания. Сегодня вы уже не найдете ни одного государства, в котором рабство было бы законным. Но несмотря на это, работорговля по-прежнему остается одним из самых прибыльных видов бизнеса, сравнимым с торговлей оружием или наркотрафиком, от 5 до 9 миллиардов долларов составляет вот этот рынок. Эту цифру, кстати, назвала Европейская экономическая комиссия ООН. Топ-5 стран с наибольшим количеством рабов сегодня — это Индия, Китай, Бангладеш, Пакистан, Узбекистан. А Россия на 2016 год находилась на седьмом месте. По данным Организации Альтернативы, в общей сложности в мире сейчас в рабстве находится от 40 до 46 миллионов человек. А вот в России от 80 до 120 тысяч человек пропадают ежегодно. Сегодня здесь три откровенных истории о том, каково это попасть в рабство в современном мире. Это шестой выпуск «За люди» нового формата. Поставьте лайк прямо сейчас и огромное отдельное спасибо сайту medgadgets.ru, благодаря которому и стал возможен этот выпуск. Это сайт умных гаджетов. Ребята, именно с этого сайта пригнали меня вот такие крутейшие весы. Особый кайф — это взвешиваться с утра и видеть минус один килограмм. И особенно круто, что эта информация тут же приходит вам на телефон, весы синхронизируются. Здесь видно, сколько набрали, сколько сбросили, и также еще здесь куча других показателей. В этих весах порядка 15 показателей здоровья в основе принцип биоимпедансного анализа. Слабый ток проходит через ваше тело, и этот сигнал анализирует организм. Применяется в клиниках. Единственное ограничение — это беременные женщины и люди с кардиостимуляторами. Крутейшая штука, всем советую, доступны по ссылке в описании. Вот я лично скажу честно, с самой большой отметки скинул 10 килограммов, но это явно только начало. Спасибо, кстати, что заметили это в комментариях. И всем советую эти весы. Сайт medgadgets.ru. Всем худеть! Был случай, это в 2012 году. Привезли с Луганской области бабушку, которая в юности потеряла зрение. Ее привезли в Москву, обещали то, что ей восстановят зрение, она сможет поработать в магазине-уборщице или еще кем-то. В принципе, стандартный набор, что обещают. Обещают бабушкам или сидеть с ребенком, или работать в магазине. Юношам обещают то, что выпускников из детских домов обещают работу какую-то, выучиться на автослесаре или еще кого-то. Ну так вот, привезли ее в Москву, обещали восстановить зрение, поскольку она в юности его потеряла. И в какой-то момент ей просто-напросто зашили глаза, и чем больше гноились у нее глаза, тем больше люди ей давали деньги. Сколько она в итоге? Год. Год, а в день она приносила до 50 тысяч рублей. Ну то есть, вот своим желанием откупиться от своей совести люди фактически оплачивали. Причем, те люди, которые держали ее и заставляли попрошайничать, они уже задумывались, кого бы еще искалечить. В России, к сожалению, так не завели никаких уголовных дел. Я вообще из практики могу сказать то, что, к сожалению, ты можешь в России держать сколько угодно людей в рабстве, и доказать это практически невозможно. Эта бабушка проработала год. Около года. Что дальше с ней стало? Дальше мы ее отправили домой. А, вы ее освободили? Да, конечно. Сколько процентов из тех, кто стоит на улицах и просит милостыню, это рабы? Ну, где-то 40 на 60. Ну, вы поймите... 40 на 60 кто прав, кто настоящий, кто нет? 60 это мошенники, 40% это рабы. Нуждающихся людей на улицах в Москве нет и в крупных городах. Потому что встать на эти точки невозможно, они стоят денег. За них нужно платить. Мы проводили эксперимент, когда вставали около церкви, я на инвалидной коляске. Сразу появились люди, которые... Вы сами ездили. Да, люди, которые... У нас задача была выяснить, кто из полицейских крышует. Но один из телеканалов хотел сделать хороший кадр. И в итоге вот... Спалили, что называется. Спалили нам все. При этом машина такая разрисованная была. Вот как надо. Сразу же, примерно там через минуту-две, рядом стоящие попрошайки отзвонились. Сказали, что здесь кто-то стоит. Начали приходить, подходить, разбираться, от кого стоишь, кому платишь, кто разрешил. И сказали, тут уже место куплено. Если хочешь, можешь работать на нас, но в другом месте. Сколько стоит место? Ну, в среднем локация на четверых человек в месяц стоит от 100 до 150 тысяч рублей. Это чтобы поставить четыре попрошайки? Да. Сейчас мы можем наблюдать, собственно, к счастью, меньше Мадонны. Но в целом вот эти вот дети, которые у Мадонны находятся... Что такое Мадонна? Мадонна – это женщина с ребенком. Женщина с младенцем, которая попрошайничает. На руках он у нее живет примерно от полутора до трех месяцев. Что вы имеете? Ну вот, в прямом смысле, ребенка вы можете купить тысяч за 150 тысяч рублей. Приносить он будет в день вместе с Мадонной около 20 тысяч, 30 тысяч рублей. Это астраханские цыгане в основном покупают. И когда мы ловим одну и ту же цыганку с одним и тем же свидетельством о рождении, но с тремя разными детьми, мы вызываем сотрудника полиции и говорим, ну что такое, вот у нее три разных ребенка, вот фотография, вот у нее есть свидетельство о рождении. Он говорит, я сделать ничего не могу, потому что судебную экспертизу могут только по суду или по ее согласию. Она, конечно, никогда не согласится. А чьи это дети, тоже непонятно. Вы сказали, что продают детей. Во-первых, где их берут? Младенцы. Ну, то есть есть матери, которые, собственно, не хотят. Ну, то им не хотят ребенка, понимают, что им не нужен этот ребенок. И, опять же, по нашему законодательству, до тех пор, пока ты справку не отнесешь в САГС и не напишешь, и не будет, собственно, свидетельства о рождении с именем и фамилией, этого ребенка для государства не существует. Ты можешь делать с ним что угодно. Ну, то есть, как бы, если ты его закопаешь где-то в землю, и никто не найдет, в принципе, к тебе вопросов никаких не будет, где твой ребенок, потому что никто не знает о его существовании. То есть они находят матерей, которые беременны, и которые не хотят иметь их, или как? Да. Ну, вот недавно случай был в Нижнем Новгороде, а сейчас Следственный комитет разбирается. Из соцсетей определенных наткнулись на объявление о том, что хочу отдать ребенка. Мы начали спрашивать, а что хотите? Хочу денег получить. А как сделать так, чтобы нам миновать историю с усыновлением? Она говорит, да, не вопрос. У меня здесь врач знакомый, мы там спрашиваем, а откуда этот ребенок будет? Она говорит, ну, какая разница? Ну, вот хорошая мать, точно говорю, ей там скажут, то, что ребенок у нее умер, а вам мы отдадим, а вы в этот момент ложитесь в роддом, там вам дают справку о том, что это вы родили, и все, идете там регистрируете, то, что это ваш ребенок. И мы обратились в полицию, написали заявление, и в день, когда должны были вручать ей муляж денег, полиция всячески говорила, что мы все сделаем, займемся, и в день, когда должно было это все происходить, полиция перестала выходить в Нижегородское на связь. В итоге она сначала своего хотела продать, потом чужого хотела продать. Это распространенная практика, там вы ложитесь в один роддом, она выходит с половиной суммы, половина мне, а вам ребенок, и дальше, собственно, хотите, идите регистрируйте в ЗАГС, хотите, не регистрируйте, справку мы вам дадим. То есть просто это такая схема по продаже детей до этапа регистрирования? Смотрите. А как вообще за ними ухаживают? Они следят, кормят? В Нищенской мафии, говорю, живет от полутора до трех месяцев такой младенец. Вы видели хоть одного младенца на руках, который бы плакал? Вот у меня двое детей, я совершенно четко знаю, что 2-3 часа ребенок у меня, младенец, не может лежать, не подавать виды жизни. А там он под изолептином, под абробитратами находится, и это удобно. Он вроде бы не мертв, но и не жив, и не подает знаков. Ну как бы полицейские не могут у него даже взять, проверить его на то, что ее, не ее ребенок находится ли он под наркотическими средствами или нет. Ну просто не может, потому что у нас суд запрощает. У нас есть 151-я статья Уголовного кодекса, в которой есть понятие вовлечения несовершеннолетнего в попрошайничество. Ну так это если только у вас ребенок подойдет и будет просить. В любом ином случае попрошайничает она, а не он. Я где-то еще читал, что младенцы тоже светлые, темные тоже стоят разные деньги. Да, это разные деньги, но есть очень много, так называемые, таджикские дети, хотя они общие с Ассией, но они дешевле стоят. Ну и сейчас не на много, но дешевле. Сколько может приносить один раб денег в месяц нищенский, трудовой, сексуальный? Ну давайте посчитаем. Вот нищенская мафия, она от 7 до 15, ну вот средний, возьмем чек от 7 до 15, не давайте 12 тысяч возьмем. Возьмем, потому что вот в день это приносит инвалид колясочник или бабушка или, собственно, женщина с ребенком. Что касается трудовых рабов, ну они на самом деле не так уж и много приносят, но и не так дорого стоят. В среднем человек на кирпичный завод в Дагестан или же на какие-то поля или же еще куда-то. Его стоимость примерно тысяч 20-25 и окупается он примерно около месяца. Дальше он в прибыль работает, если можно так сказать. Сексуальная рабыня? Вот здесь интересно, смотря какие, если мы берем девушек, которые у нас были на Северном Кипре, кого мы освобождали, они приносили в среднем по 300 долларов в день. Нигерийки, которые здесь находятся, они приносят, наверное, тысячу восемь, не больше. Рублей в день? Рублей в день. Обслуживает сколько клиент? Ну, это четыре клиента. Я закончила школу и должна была поступить в университет, но у родителей не хватило денег, чтобы я получила образование в университете. Тогда я решила пойти учиться на стилиста. Скажи, а кто твои родители? Моя мама до недавнего времени, она работала в нефтяной сфере. Бензин, газ, она занималась этим, а потом она участвовала в митинге, но государство свернуло эти митинги, и она больше не могла работать. Все начало рушиться. А мой отец таксист. Когда я начала работать стилистом, один человек спросил меня, хотела бы я попробовать работать за границей, зарабатывать там деньги, ну, за пределами страны. Обещал, что я буду зарабатывать много денег. И я, конечно, сказала, да. Я люблю путешествовать, я хочу заработать денег, чтобы маме помочь. Я хотела учебу закончить. И согласилась на предложение. За неделю до вылета в Россию он сказал мне, что это будет не студенческая виза, а футбольная. Я тут же начала спрашивать, почему. В тот момент он сказал мне, что я еду в Россию. И сказал, когда я доберусь до России, он сделает мне студенческую визу, а также разрешение на работу. Я ответила, хорошо. И он также сказал, что тоже летит в Россию и встретит меня в аэропорту. Тот же самый человек, когда мы еще были в Нигерии. Ты слышала что-то о России к тому времени, когда тебе сообщили, куда ты летишь? Нет. Вообще ничего? Нет. Когда меня привезли по адресу, таксист позвонила, из дома вышла женщина. Взяла мой чемодан, заплатила за такси. Тот мужчина, что встречал меня в аэропорту, сказал, что меня привезут в дом его сестры. Женщина действительно встретила меня, приняла. Что произошло после? Я увидела множество девушек в этой квартире. Но я была настолько уставшая тогда, я всю ночь не спала в самолете и отсыпалась, наверное, дня три. По утрам она меня будила, потом кормила, а потом я опять ложилась спать. Так и прошли три дня. Сколько девушек находилось в твоей квартире? 16 и 5 мадам. Кто такие мадам? Мадам – это женщины, которые возят девушек в эту страну за деньги. Они всем заправляют, они жестокие, властные. На протяжении трех дней ты не понимала, что происходит. Это ведь была простая квартира? Да, я совсем не понимала до четвертого дня. В тот день, как всегда, пошла спать, мадам похлопала меня по ноге, а потом разбудила. Это была глубокая ночь, наверное, час ночи. И сказала, Джой. Я ответила, да. Пришло твое время идти на работу. Я сказала, какую работу? Она ответила, ты не заметила еще, чем занимаются девушки в этой квартире? Я спросила, а что они делают? Я не понимала. Она ответила, девушки, которых ты видишь здесь, занимаются проституцией. И ты тоже, одевайся и иди. И я ответила, нет, я не буду этого делать. В тот момент я начала вспоминать, где мой паспорт. Я пыталась найти его в своих сумках, не могла. Мой паспорт, моя футбольная виза, все остальное. Вообще не было ничего. Я спросила у мадам, где мой паспорт? Она ответила, я забрала его. Я спросила, а почему? И тогда она сказала, что я прилетела в Москву за очень большие деньги. И я должна их вернуть. Я сказала, я верну, но я заработаю своей работой стилистам. Я дам все, расплачусь за все, что вы сделали для меня. Спасибо, сказала она. Спасибо, я потратила на тебя слишком много. Ты должна мне много денег. Я попыталась уйти. Просила ее отдать паспорт. Я не хотела работать проституткой. При этом я сказала, что верну ей все деньги. Сколько денег? 40 тысяч долларов. Есть система штрафов, которая применяется. Причем в наказании участвуют все. Все, кто присутствует в этом борделе. Хозяйка, вот эта мадам, кусала вот своих вот этих вот рабынь, чтобы наказать. Да, за спину только. Были случаи, когда заставляли всех девушек держать в то время, когда, собственно, кого-то из этих девушек бьют. Вот все остальные держали. Были случаи, которые рассказывали, опять же, они рассказывали девушкам о том, что всех заставляли держать в тот момент, когда засыпали перец, собственно. И не в рот, как вы поняли. И вот таких случаев много. И они, да, боятся, да, за них никто не вступится. Да, их жизнь стоит, как ни странно, очень мало. Ну, то есть привезти их сюда стоит около двух тысяч долларов. Соответственно, они окупаются достаточно быстро. Он заплатил за мое такси и сказал мне заходить в квартиру. Поначалу он показался хорошим. Мы вошли в квартиру, и я сказала ему заплатить мне сразу за все часы. Он дал мне восемь тысяч рублей за шесть часов. Он сказал, чтобы я сняла джинсы и начал трогать мою грудь и всю меня. Я пыталась отстраниться от него, и он спросил, почему вдруг я избегаю его? А я сказала, не почему. Он остановился и пошел, снял свою куртку. Достал пистолет, положил его на стол. Когда я увидела пистолет, я очень испугалась. Я позвонила своей мадаму и объяснила ей, что у мужчины дома пистолет. Она ответила, чтобы я не пугалась, потому что русские обычно не стреляют. На пистолет нужно разрешение. Он не может просто взять и выстрелить в кого-то. Она сказала, что я не должна пугаться. Он снял с себя всю одежду и сказал, что я должна идти за ним. Он сказал мне, что хочет переспать со мной без презерватива. Я сказала, что я не могу этого делать без презерватива. Он сказал, что я обязана. Я сказала, что нет. Тогда он потребовал назад свои деньги. Я позвонила мадаму. Она сказала, что я не должна возвращать ему деньги, потому что в этом бизнесе проституции не возвращают деньги. Я не должна ничего ему отдавать. Мадам сказала, чтобы я произнесла. Я сказала окей и пошла сказать ему это. Я не знаю, что у него было в руке. Похоже, у него был утюг, и он врезал мне по лицу. Это последнее, что я помню. Я очнулась, сидящий на стуле. Мои руки были привязаны за спиной. Клиент стоял передо мной и хлестал меня по лицу. К тому моменту я очнулась, я пыталась посмотреть на него. Мой глаз опух, и я пыталась смотреть на него другим глазом, потому что этот вот почти закрылся. Клиент ударил меня снова, сорвал мое белье и бросил меня на кровать, и привязал меня к ней. После этого он насиловал меня, я плакала. Он бил меня, а я продолжала реветь. В итоге он кончил без презерватива и пошел на кухню. Я попыталась освободиться, но он привязал меня очень крепко. Он ушел выпить и покурить. Потом вернулся и повторил то же самое. Ударил меня, теперь уже по второму глазу. Я вообще перестала нормально видеть. А потом он ушел в ванную. Я попыталась опять вырваться, и в итоге у меня получилось. Я вырвала руку, схватила свою одежду, обувь и побежала к двери. Она была заперта на ключ. Клиент услышал звук из ванной. Прибежал ко мне, схватил меня, сжал меня и начал душить. У меня сбилось дыхание на какое-то время. Он вытащил меня на кухню, прижал к микроволновке, и я пыталась нащупать руками хоть что-нибудь. Почувствовала нож, схватила его и попыталась ударить его. Он увидел это, отклонился. Начал кричать, ты хочешь убить меня? Думаешь, ты можешь меня убить. Клиент пошел и взял другой нож. Тогда я сказала ему, я зарежу себя, если ты сейчас же не отпустишь меня. Он сказал, чтобы я вернула ему деньги. Тогда он отпустит меня. Он не знал, что я спрятала деньги у себя в заколоке, в волосах. Но я бросила их в него. Он понял, что я настроена серьезно. Но все равно не отпускал, даже когда я выбросила деньги. Когда я отдала ему деньги, он уронил нож. Я схватила его и держала оба ножа у себя. Я сказала, что если он приблизится ко мне, я убью его, а потом себя, чтобы он не приближался ко мне вообще. Тогда он схватил деньги и открыл мне дверь. Я взяла вещи, держала ножи при себе и вышла в подъезд голая. Начала быстро одеваться. Услышав шум, похоже, он тоже выходил. Я еще не полностью оделась. Я побежала так, на улицу и спряталась за окном. Я услышала, как он, тот самый клиент, выходит. Возможно, он искал меня, чтобы забрать меня назад. Он искал меня, а потом я пряталась за машиной. Я позвонила мадам, чтобы она вызвала такси для меня. Я пришла домой с двумя ножами. А моя мадам увидела мое лицо и начала. О, это был плохой человек. Он тебя избил? Я сказала, да, я больше не пойду работать. Она закричала, нет, ты все равно вернешься туда. Ты все еще проститутка. Если ты не будешь делать этого, ты не расплатишься с долгом и не получишь свой паспорт назад. Я начала кричать. Почему я должна? Я устала от этого. Мы начали ругаться, я плакала. На следующий день телефон зазвонил. Со своим опухшим лицом я снова должна была пойти туда. Клиент, который видел мое лицо, предложил мне посидеть. Даже с макияжем было видно, что мое лицо опухло. Это худшее, что происходило со мной сейчас. Сексуальное рабство, как правило, ищут девушек сейчас в помощь Инстаграм. Предлагают работу через Инстаграм якобы промо-моделями или еще кем-либо. Девушки верят. Или хостес очень распространен. Но сейчас хостес. То, что это есть хостес. Ты будешь работать. Русскоязычные к ним приезжают часто отдыхать. И ты будешь работать, собственно, обслуживать их. В итоге обещают заоблачные суммы. То есть, там, 3 тысячи долларов, 2,5 тысячи евро привозят. По факту, собственно, отбирают документы, сообщают, что они должны отработать сумму. Причем удивительно, она везде одинаковая. Примерно 45 тысяч долларов. Самая проблемная страна для нас является Иордания. Иордания? Да. Туда многих девушек зовут на работу, после заставляют заниматься проституцией. В итоге они становятся вне закона. В том плане, то, что там запрещено занятие проституцией, независимость. Принуждали тебя или нет. Когда у нас гражданку России вывезли в Иорданию, как вывезли, она познакомилась с Иорданцем, он обещал жениться, привезли, женились. Выяснилось, что она четвертая жена уже. Она попыталась уйти, он отрубил ей пальцы. Она пошла в полицию, в полицию он заявил, что она занимается проституцией, еще плохое про короля говорила, и вот я и не выдержал, и отрубил. Ее на 6 месяцев посадили в тюрьму. Вот, как бы, немало усилий требовалось, чтобы вывезти из Иордании нам таких вот женщин. Чему именно сюда из Нигерии везут? Да не только сюда, из Нигерии вообще самый большой трафик по всему миру. Потому что в Нигерии в целом 7-8 детей — это мало детей. А девочка в семье — это как бы горе семьи. Горе. И 210 миллионов человек, чтобы понимали, там, по разным оценкам, от 190 до 210, больше, чем у нас. Территория, ну, вот, как несколько московских областей, наверное. Им еще проще удерживать из-за местных культов Вуда и прочее. В связи с тем, то, что их пугает, то, что если они уйдут и не послушаются хозяйку, то тогда они умрут, умрет вся их семья. Мадам пугают нас, что они убьют нас через религию Вуду, если мы расскажем кому-нибудь, что мы находимся в сексуальном рабстве. Как это происходит? Как это работает? Они берут твой волос, твои ногти, и когда у мадам наступают месячные, они также берут волосы с подмышки, с лобка, и также они берут твою кровь. Или твое нижнее белье. И происходит обряд Вуду. Если девушка нарушит это, она умрет. Ты тоже в это верила? Поначалу да. А когда ты перестала? Я перестала, когда я поняла, что я покидаю Бога. Я перестала, когда узнала, что за этим нет никакой силы. У нас появилась первая девушка, которую убили, хотя мы ее могли спасти. Мы обратились к нам за помощью, сказали, там девушек привезли, обещали им в Москву, обещали их трудоустроить, обещали, собственно, то, что они там будут шить платье, еще что-то, или же устроятся учиться. В итоге их насилуют и заставляют заниматься проституцией. Привезли под видом болельщиц на чемпионат мира. Мы пришли в этот бордель, взяли его, отвезли всех в полицию. И в полиции один из наших сотрудников допустил ошибку, он дал связаться, позвонить отцу. Отец сказал, что ты что? Да, девушки. Ты что, они же нас проклянут, и мы все умрем. Не вздумай никак свидетельствовать перед белыми. По Вуду, нарушишь правила Вуду. И в итоге через две недели ее какие-то пьяные узбеки с четвертого этажа выбросили. В Коньково, если я не ошибаюсь. Клиенты? Да, клиенты насмерти. И она реально не стала свидетельствовать после этого? Да, она испугалась отца. За все это время ты была хоть раз у врача? Нет, нам было запрещено посещать врача, даже когда одна из девушек сломала ногу. Она выпрыгнула из окна с третьего этажа. Моя мадам не разрешила ей посетить врача, ей просто сделали массаж дома. Это, конечно, не помогло. Ее при этом все равно заставляли работать. Она пыталась сбежать от сумасшедшего клиента? Угу. Вы занимаетесь этим семь с половиной лет. Вы помните случай, который лично вас потряс просто больше всего? Был случай, собственно, действительно такой он для нас культовый. Культовый обратились ко мне седьмого мая, если я не ошибаюсь, мать и отец Вячеслава Комарова. Говорят, у нас пропал сын, мы думаем, что он в Дагестане. Он взрослый, но уровень развития у него там 12-летнего. А, больной, инвалид. Инвалид. При этом у него есть проблема. Если он не принимает 30 дней лекарства, у него происходит отек мозга, он умирает. Он сидел на лавочке, играл, там, разговаривал с детьми, потом сказали, какая-то машина подъехала и увезли его. Потом он через два часа позвонил с автобусной станции, сообщил то, что его хотят куда-то увезти и попросил отца приехать. Отец приехал за ним. Отец выехал на автостанцию, позвонил по тому телефону. Вышла женщина, сказала то, что вот подошел мужчина, попросил позвонить, поскольку его хотят увезти в Дагестан на кирпичный завод. И вот первого числа он пропал, первого числа они пошли в полицию, и полиция ничего не сделала. Третьего числа пошли в полицию. Полиция приняла заявление о том, что он в розыске, но как без вести пропавший. Фактически они, если где-нибудь высветятся, то хорошо. Если он где-то будет приезжать и на посту высветится, то ему скажут, что тебя ищут. И все. Это ни к чему не обязывает. Седьмого числа к нам обратился отец с матерью. Девятого числа мы были уже, девятого мая, были в Махачкале. Вот пока мы искали его, мы перерыли. Там ряд заводов, освободили достаточно большое количество людей. И в какой-то момент у нас такое отчаяние, уже какое-то 23 число было, наверное. Отчаяние наступило. Там уже тогда еще Саид Амиров, мэр Махачкалы, подключился активно к поискам. Сказал то, что если узнают, у кого он там, тому не сдобровать. И вот 23 числа нам один из информаторов звонит, говорит, вот есть похожий мужчина, потому что там мы сначала видели, потом он пропал. Из нашего поля видимость, типа не работает, не выходит, но при этом его никуда не вывозили, не продавали. Мы приехали на этот завод кирпичный и нашли его уже в бытовке, в полусознательном состоянии. Это вот на 23 день от того, как он, собственно, пропал. И после этого прилетели его родственники забирать его и забрали. Какова стоимость каждого из рабов, вот если тоже по видам, если посчитать? Ну, девушка стоит в среднем около 150-200 тысяч. Ребенок стоит примерно таких же денег, но девушка плюс еще доставка ее, ну, то есть до места, ну, еще на 1050, наверное. Трудовой раб стоит там от 15 до 25 тысяч. Это цена, которая известна из первых уст. Нищенская мафия, ну, тут в зависимости от, чем больше увечий, тем дороже стоит человек. Ну, то есть, если у него есть явные какие-то, нет ноги, нет руки, нет глаза, там, какие-то явные увечья, то тогда он стоит, может стоить до 100 тысяч рублей. В сексуальном рабстве, да, действительно, там, по-разному, разная цена у девушек, но, как бы, разная история. Вот на Северном Кипре у нас была история, им обещали работу хостесом, на Кипре, в гостинице. Ну, не сказали то, что есть Кипр, есть Северный Кипр. По приезду туда они, у них отобрали документы. Они связались с родителями, родители связались с посольством. Посольство сообщило то, что на сайте есть рекомендации о том, что посещать, собственно, турецкую часть Кипра, Северный Кипр, не стоит. И на этом они помочь больше ничем не могут. Чтобы понимали, оттуда не вывезти человека, ну, только вот какими-то не совсем легальными способами можно вывезти человека на континентальную часть, именно вот в Турцию, чтобы там хотя бы документы получить. Вот девушки нас ждали. Были мужчины, которые рассказывали то, что их вот-вот сейчас должны убить. И мы выбрали, поскольку бюджет ограничен, выбрали, думаем, сейчас мужчин освободим, которых держат. А вот две девушки покончили жизнь самоубийством, не дождались. И так вот у нас появилось свое собственное кладбище. Ну, я родом с Владимирской области, Лизняковского района, с деревни Сидельникова. Ну, я мать похоронил, остался один. Ну, как обычно, сел на алкоголь. И приехал из Кавказа. Поедешь на воду, поеду. Пообещал золотые горы, как обычно. Что конкретно? Ну, будет зарправия получать, все нормально будет, туда-сюда. А я не знал, что на Кавказ еду. И все. И он меня всю дорогу спаивал. Спаивал? Я почти всю дорогу не помню. Я колемался только у него дома. На Кавказе. Ну, вот в Жигуте, в ауле. Еще раз? Ну, вот в Жигуте, аул. Что, попросил я у меня документы, он сказал, пускай у нас побудут. Никуда они здесь не денутся. Все. Так они не остались у него. То есть он у вас просто взял документы, и вы без задней мысли ему отдали их. Почему? Доверились человеку? Они быстро в доверие входят. Вы помните самый ужасный свой момент, самый жуткий свой день? Помню. Когда меня на костылях заставляли коров доить, швы расходились. А ж коровы пугались, когда я на костылях заходил. Меня заставляли на одной ноге прыгать в гору. Я ползком заползал на одной ноге, находил барашек. Швы расходили со швами, а нельзя ходить. Расходили швы. Нога очернила. Объясните. Ну, один раз дрался я с напарником. Он, конечно, сильный меня. И с карачаевцем тоже с одним дрался. Потом он меня пристрелил. Много пристрелил. Расскажите. С чего все началось? Ну, я пас барашек пешком. Попросил лошадь. Дай мне лошадь. Он мне дал. И сказал, чтобы только смотри, чтобы не вспотел. Я просто шагом инохода пошел. Я просто его конец знал. Я ему сказал, смотри, он не вспотел. Он под логоголем был. Гулял. Под логоголем был. Пьяный был. Да. Он мне сразу переносить перебил. За что? А то, что ему сказал, что смотрел, он не вспотел. А ему не понравилось. Он мне переносил. Я промил с коней и сложил. Он 2,10 вот так высотой. Мужик. Я его сложил. А он на следующий день мне хотел, не знаю, отомстить, что ли, или пригрозить. Так и не понял. Выходит из стороны горы. На коне с ружьем. Наверное, хотел рядом с ногой, а попал в ногу. Ракетница. Зажглась у меня прям на ноге. На ноге след остался? Я боюсь к ней протрагиваться. Что? Боюсь протрагиваться. Это вот ракетница, он попал вам прям сюда? Три года с ним мучился. Здесь мне выходили бинты. Пробило. Вас в больницу тогда отвезли? Нет, зашили на живую. А, прям в поле зашили? Нет. Спустили вниз и зашили. Где? Не знаю, в ауле каком-то. На живую зашили, и все. Ни дезинфекции, ничего? Даже ожоги не убирали. До сих пор болит? Я не чувствую. Расскажите, как вербуют людей в трудовое рабство? Насколько я знаю, вы пытались испробовать это на себе даже. Я, получается, на Казанском вокзале пытался сыграть приезжего из региона. Приезжего не удалось сыграть, но вот бездомный из меня получился хороший. Хотя бездомные, они в принципе не интересуют вербовщиков. И все бездомные Казанского вокзала знают, ни в коем случае нельзя соглашаться ни на какую работу. Но у меня была цель. И вот на меня вроде смотрят не спившиеся, нормально одеты. Сколько вы время провели там? Полторы недели, по-моему. Полторы недели вы жили на вокзале? Да. Чтобы вас завербовали в качестве раба? Да. Все это время меня сопровождали различные люди. И вот в один прекрасный день ко мне подошел некто Муса. Сказал, а что-то в Москву приехал. Я такой, да. Еще работу искал, да. Не получилось. Я такой, ну вот, не получилось. А хочешь эти, на Каспии. Есть на Каспии хорошая работа. Будешь три дня в неделю. Работать, 40 тысяч зарабатывать. Ходить, купаться на море. Вот сейчас приедешь сразу на море, понимаешь? Ноябрь был. Сразу пойдешь купаться на море. Я такой, о, отлично. А куда? Ну, там на Каспии, там как бы на юге все хорошо. При этом специально не говорил слово «Дагестан». Потому что... Доехали мы с ним до Теплого Стана. От Теплого Стана мы доехали до, как раз, Мамари. Вот это вот нелегальная была остановка автобусов, которые после этого случая разогнали. Там я хотел закрепить уже результат тем, что отказаться ехать, когда уже он меня передал Рамазану некому. Получилось у меня деньги. И я говорю то, что нет, я не поеду. Тут Дагестан, знаю вас, сейчас вы меня куда-то продадите. В ответ на это мне говорят, за тебя уже заплатили. Ты или давай отдавай деньги, или едь. И чтобы я особо не нервничал, меня отвели к палатке специальной. И говорят, на, вот тебе водки, выпей, расслабься, все хорошо. Выпиваю я эту водку, часть выплюнул. И меня на 33-м километром Када останавливают этот автобус на посту. Нашли меня под сиденьем полуадекватного. Подъехала скорая помощь. С Клифосовского тогда отвезли в отдел токсикологии. Там тоже своеобразная история. И в С Клифе я был, получается, дней пять, наверное, шесть. Это, собственно, в водке был какой-то, какие-то барбитураты, там, изолептин или еще что-либо, который... Ну, вот, выпил не все, и мне из-за этого повезло. Вас привезли куда? К ЧАР. К ЧАР-Черкесию. Как вы это поняли вообще? Потом я начал поднимать уже на второй год. Это на второй год? Вы только решили узнать, куда вас привезли? Чего себе. Вы молча работали каждый день? Почему? Думали, получим. А вам обещали? Обещали. Что обещали? Еще рубль с мешка. Тысячу рублей? Нет. А, один рубль с одного мешка, который вы перенесете. Сколько в день вы мешков переносили? Фуру загружали, не знаю, сколько. Много? Ну, сто, двести. Больше. Больше. И сколько вы в итоге получали? Нисколько. Нисколько. Чем это закончилось? Ничем. Он нашел нам другую работу. Это уже в Черкесске. На стройке. Там, я знаю, по 500 рублей. Да, 500 рублей в сутки. Ему платили за вас? Я там еще травму получил. Жеребец ударил. Разнес мне и черп еще. Машина испугалась, я ее повел на водопой и у меня ударил. Вас отвезли в больницу? Отвезли, зашили и все. Две недели в больнице, потом табличками покормили. В какой момент вы поняли, что происходит что-то странное? Спустя пять лет, наверное. Вот так где-то примерно. Что вы решили сделать? Позвонить участковому. Где вы в тот момент находились? На зимнем. Что это такое? Ну, там просто домик такой, и там это, скотина. Ну, то есть вы в тот момент работали на вот ферме какой-то? Посадил меня в машину и поехали мы. С участковым? Да. Куда поехали? В участок. Там только я пробыл ночью. На утро приехал хозяин. Ваш хозяин? Ты что творишь? И поехали обратно. Со всеми поздоровался, поехал обратно. Со мной вместе. Все. Я сразу понял, что это бесполезно им звонить. Даже вот я, если, например, убежал бы, первый полицейский меня взял бы и продал бы, я пропал без действия. Продал рублей за тысяч 10-15. Ну, за барашку. Все. За барашку? Что это значит? Там барашки стоят 10 тысяч, 15 тысяч. Кто-то пытался сбежать? Эти сбегали. Которые у меня соседи были там, двое краснодарских. Они сбегали. Он их находил быстро. Он, вот, смотрите, там. Пробил все номера, все, быстро нашел. Нашли. Как говорится, блин, по морде настучали. Все. И знай свое место. И дай спаси. У себя это где? В Краснодаре? То есть они добежали до своего города, их там поймали? Там нашли их. То есть они почти до дома добрались? Их обратно посадили в машину и обратно опять работать. Как часто вообще рабы пытаются сбежать? Ну, 50% пытаются сбежать в первый месяц, все остальные пытаются сбежать в течение года. У кого-то это удается, у кого-то не очень. Был случай, когда мужчина за 18 лет рабства пытался убежать в 8 раз, и в 8 раз он попадал к новым и к новым людям. Подходил на пост к полиции, его, собственно, говорили, а там у меня дядя есть, иди у него поработай сначала, потом поедешь. Ну, есть успешные случаи? Конечно, есть. Их много. Бывают ли случаи, когда те, кто принял рабов, пытаются от них избавиться, ну, то есть понимая, что там человек уже не может работать? Да, конечно, были. Мое знакомство с нашим куратором в Дагестане начиналось с того, что он был местным журналистом, который освещал историю гражданина Узбекистана, которого, собственно, он работал. Потом его за то, что он плохо работал, приковали в подвале и облили водой. Он заразился туберкулезом, и через 2 или 3 месяца его, собственно, выкинули около автомойки. Оттуда привезли в больницу, и, собственно, журналисты подхватили эту историю. Там вот мы у гроба уже его познакомились, он умер. Все-таки умер? Он умер. Он 2 недели прожил еще и умер. А в целом вообще можете описать, в каких условиях вы жили? Двухкомнатный вагончик без отопления. Света нет. То есть электроэнергии нет. Дорожали через аккумулятор. Если аккумулятор нет, то в шадях куда-нибудь то, где свет есть. А мылись вы касс? Если хочешь, ведро налей. Нагрей. На костре? И хоть на костре есть газ есть. Здесь газ есть на газу. Газ и эконом. Спиртное давали вам? Да. Каждый день? Не каждый день. Как поднимается машина. Я один там был. Где лошади. Вагончик. И один карачаевец. Местный. Впоследствии человеку не нужны заборы, чтобы его удержать. Его там несколько раз поймают, побьют. Документы не отдадут. Он не знает, куда бежать. Без денег. Он сидит, вроде здесь как бы стабильнее. Буду ждать. Буду звонить там родственникам. Сообщает родственникам. Сообщает о том, что его держат, не отпускают. Отобрали документы. Говорят, что он должен. В итоге родственники звонят в полицию. Говорят, у меня тут моего мужа, сына, кого-либо. Удерживают. Они говорят, а где удерживают? Не знают. В смысле не знаете. Может, это не он звонил. Как бы не. Придет. Пусть придет. Напишет заявление. Мы обязательно проверим. И для меня, на самом деле, показательный случай был, когда один гражданин России возвращался с Белоруссии. Ехал, по-моему, в Нижний Новгород. Но он постоянно проживает в Белоруссии. К своему брату. Брат является начальником колонии. Где-то на белорусском вокзале. С ним сели, поговорили. И потом сказали, давай пиво выпьем за знакомство. Он выпил пиво, очнулся на кирпичном заводе в Дагестане. Позвонил своему брату. Говорят, слушай, меня здесь держат. Говорят, ну а что хотят? Говорят, они меня отпустят, я стою отправившим 30 тысяч рублей. Ну, то есть для него 30 тысяч рублей ничего не значило. Но он перепугался из-за места того, чтобы к своим коллегам обратиться. Он обратился к нам. Мы пришли, сказали то, что скажи то, что ты отправляешь... Он полицейский. Он начальник колонии, его брат. Скажи то, что своему брату, который там держат, то, что отправили на почту, пусть с паспортом приходят, там мы его и поймаем, собственно, и кто его приведет. Мы лояльных нам сотрудников полиции взяли. Пришли на почту, где видим то, что... Я смотрю по фотографии. Вот тот человек, кого мы здесь ищем, с молодым человеком в белой рубашке. Мы подходим, задерживаем их всех вместе с полицейскими, и тот молодой человек в белой рубашке достает удостоверение МВД. Причем не стесняется камера и говорит, да сейчас все решим, пацаны. Ну, мы передали в службу безопасности, собственно. Я начала бояться русских мужчин. Даже когда я просто шла по улице и видела, как ко мне приближается какой-то русский мужчина, я просто переходила на другую сторону. Как ты вырвалась из плена? После того, как меня избили, меня отправили на работу. И в этот раз я сидела в такси и рыдала. И мой макияж растекся. Тогда я вышла. Клиент заплатил за мое такси и заметил, что я плакала. Мои слезы. И он попытался порадовать меня. Он подошел к холодильнику и принес фруктов мне поесть. Я не ела, потому что я боялась. Боялась его. Вдруг, если я съем, он ударит меня. Он просто не выдержал и говорит, что происходит. Ты как минимум должна улыбнуться. И это все, что я могла сделать. Улыбнуться. Я даже не попробовала чай, который он для меня приготовил. Ему надоело. И он сказал, объясни, что происходит. И я начала плакать. Снова и снова рассказывая, что происходит. Моя мадам говорила, что она убьет меня. Или сделает еще что-нибудь плохое, если я сообщу кому-то, что бы то ни было, ну, что я нахожусь в сексуальном рабстве. Мы не говорили об этом никому, даже клиентам. Он успокоил меня и сказал, что поможет мне, но я должна довериться им. Он взял мой личный номер. У нас есть они, но для заказов используется другой телефон для работы. Он сказал, что он позвонит на следующий день, когда вернется. И он позвонил. Моя мадам обрадовалась, потому что клиент звонил Лизе. Ты так представлялась, Лиза? Да. Я рассказала ему все. Как я прилетела в Россию, как меня забрали, как забрали паспорт. Рассказала все, как есть. И он сказал, я бы очень хотела тебе помочь. Я ответила, спасибо. Не хочешь заплатить за меня 40 тысяч долларов? Он сказал, что если бы он мог, он бы заплатил. Но он хочет, чтобы я познакомилась с одним из его друзей. Я спросила его, твой друг полицейский? Он сказал, что его друг – это девушка. Она работает с полицией, но она может хранить секреты. И через три дня его подруга, ну, она позвонила мне и сказала, что я должна прийти к ней в офис. Моя мадам думала, что просто кто-то хочет заняться сексом в офисе. И сказала, хорошо, иди, наслаждайся. И его подруга, она была очень мила ко мне. Она говорила со мной как с сестрой. Она дала мне кое-что и сказала, что я должна отнести это с собой в квартиру. Это был GPS-маяк? Это был диктофон. Она дала его мне и сказала, что я должна записать голос своей мадам, ну и все остальное. Я должна была поговорить с ней по поводу своего паспорта и по поводу денег, которые я должна вернуть. Я не могла попросить мадам поговорить со мной о том или об этом, поэтому мне пришлось притвориться. Я начала плакать. Спрашивала опять и опять про паспорт, который мне должны были вернуть. И она сказала, что она не может вернуть мне паспорт до тех пор, пока я не выплачу деньги. После записи я пошла, чтобы отдать это назад той женщине. Ее звали Юлия. С того момента начался мой процесс освобождения. Ну, мне Аскер купил телефон Fly. Я попросил, мне интернет надо. Через контакт. Вконтакте нашли. Ну, есть соцсети контакт. Ну, я там постоянно сидел и брат. Мы с братом общались. С вашим братом. А ваш брат где? В Владимирской области. Он номер, номер дал в эту альтернативу. Ваш брат передал номер в организацию альтернативы? Да. И они вам позвонили? Да. Мы сначала через интернет поддерживали. Там долго интернетом нельзя пользоваться. Почему? Телефон негде заражать. Кто вас нашел? Группа альтернатива. Двойные мы искали. Смотрю, машина едет. Мои красные кони были. К ним подошел. Я Андрей, когда слышал. Я один в Краснодарске, я не помню его, как зовут. Ну, что, домой собираешься, как он мне сказал. А как же, за 19 лет и можно и дома побыть. Дальше что было? Ну, что, загнул жеребцов. Мы и загоняем же. Мне напарник помог загнать. Я спросил, как раз, он тоже кратчалец, он за меня был. Он мне помог и вещи собрать. Уже темнеть начало. А в горах пусть темнеет. И все, попрощались. И поехали вниз. Сначала в Краснодар. Там гостиницы были. Потом меня там на авто посадили на дорогу, чтобы я, может, чайку попить или кофейку. Тысячу мне дали на дорожку. Мне как раз ее хватило. Были первые деньги, которые вам дали за 12 лет? Нет, я видел 500 рублей. Так не помню, какой Новый год. В Новый год как-то дали? Не помню, какой. На что вы их потратили? Апельсины, мандарины, ну, фрукты. Все. И помочь им освобождать рабов, как всегда, тоже в описании. Переходите, перечисляйте. Поможем все вместе. Сейчас у них в очереди находятся 70 человек на освобождение из рабства. И в общей сложности на освобождение 70 человек нужно примерно 40 тысяч долларов. Сейчас все это дело у нас держится только за счет того, что у меня есть бизнес. У меня есть, собственно, два завода. Мусороперерабатывающий завод и завод с техническими газами, сухим льдом и жидким азотом. 95% всех наших трат, которые у нас есть, мы, собственно, тратим это мои деньги. У меня есть мечта сделать независимым в этом плане организацию, которая бы выжила бы или своим бизнесом, или какими-то своими пожертвованиями, пока это не совсем получается. Ну, ровно тогда, когда я это сделаю, я почувствую то, что я спокойно могу сидеть дома. Я домой приезжаю в 3 часа ночи, встаю в 8 утра, веду детей в садик. Сплю периодически в офисе. Если вы приедете в офис, увидите, у меня там есть диван с одеялом, я там сплю 2 часа. Примерно пока все собираются. 95% финансирования – это ваши личные средства, а 5%… Это общие пожертвования. Настолько малы они? Ну, это тысяч, наверное, 60-70. Месяц. Месяц. При этом мы тратим от полутора до трех миллионов ежемесячно. На освобождение. Да, но сейчас самые тяжелые времена. Было решено то, что если мы, собственно, до конца месяца не найдем каких-то денег дополнительных, не знаю, как пока еще, то тогда мы закроем офис в Москве, часть людей наших распустим, и будем потихоньку сворачивать деятельности на Северном Кавказе, в Африке. Почему? Что случилось? Нам действительно не хватает. Если раньше я вкладывал эту сумму, то сейчас у меня ее нет просто-напросто. У нас сейчас 70 человек в очереди на освобождение, чтобы понимать. 70 человек в разных частях мира, которые мы сейчас… Сколько нужно денег, чтобы освободить эти 70 человек? Около 40 тысяч долларов. В общем. Ну, то есть есть… 2,5 миллиона? Ну да, где-то так. Это кого-то там будет стоить освободить 5000 рублей, кого-то будет, собственно, с рубежом, когда группа выезжает 3000-5000 долларов. Субтитры сделал DimaTorzok